МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мюнхенские тезисы. Какие заявления прозвучали на конференции по безопасности? Выход, не выход? К чему призвал недовольных Брекзитом британцев экс-премьер? Металлорамки, усиленные наряды полиции, кинологи и перекрытые улицы. Сегодня в Киеве начались мероприятия, посвященные третьей годовщине революции достоинства и памяти погибших героев Небесной сотни. Более тысячи человек собрались на шествие, которое закончилось молебном. Как все проходило, видел Александр Васильченко. Атаки утренний рассвет, и мы идем за лавой лавой. И прозвучала громко слава. На поле битва роковая, пусть всяк покажет, что герой. Строчку из стихотворения Зоя вспоминает со слезами на глазах. Женщина говорит, Максим тяжело переживал события во время революции достоинства. Просила его не ехать. Парень не послушал и сбежал из дому. О том, что он находится на баррикадах, вспоминает Зоя. Узнала 18 февраля во время прямой трансляции на одном из каналов. Я звоню, он берет трубку до вуха. Я ему говорю, что ты ходишь там без шапки, без каски, без ничего там. Мама, ты меня тут не шла. Я говорю, да. Я тебя с Кристиану найду. Это был последний звонок, что я с ним разговаривала. 20 февраля на Институтской, говорит женщина, Максим получил смертельное ранение. У него тут в шее была такая большая дыра. Его не могли спасти, потому что у него была сонная артерия была попадана. Владимир ныне действующий военный. В свой выходной приехал с передовой почтить память погибших. Вспоминает, во время Евромайдана руководил сотней. 18-го на Институтской потерял нескольких товарищей, а в него попали около 20 резиновых пуль. Говорит, этот день три года назад стал переломным для Евромайдана. Уже несколько убитых было. Мы спускали и убитых, хлопцев и пораненых, но все равно пошли наверх. Это жага. Оттеснить, хопить межи Майдана, для того, чтобы повернулись люди, была сильнейшая боязнь смерти. Почтить память небесной сотни собрались более тысячи человек. Шествие запланировали от украинского дома. Во время Евромайдана это здание стало оплотом для активистов. А сейчас люди выстроились в начале Хрещатика. Во главе колонны военные. Возле Майдана на залежности шествие свернуло на аллею небесной сотни. О том, что здесь три года назад происходили трагические события, напоминают зажженные лампадки, цветы возле траурных табличек и фотографии убитых активистов. У мемориала героев небесной сотни память погибших почтили молебном и минутой молчания. За процессией наблюдали несколько сотен полицейских и насгвардийцев. В центре Киева ограничено движение автотранспорта. Возле входа в метро усиленная охрана. В местах, где перекрыты улицы, установлены металлорамки. Также задействованы кинологи. Действительная охрана полиции, действительная коронна громадского порядка. Действительная защита данного лада. Люди, которые пришли подсчет память, загибли. На данный момент не было никаких провокаций. Усиленный режим охраны порядка в центре Киева продлится пять дней. До окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине революции достоинства и памяти погибших героев небесной сотни. Ранее в СБУ заявили, пошли на такие меры, чтобы избежать провокаций. Александр Васильченко, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Ночная перестрелка в Харькове. Накануне в половине десятого вечера в спальном районе города произошла стычка между двумя группировками. С двух сторон люди в камуфляже. Одна из групп пришла с оружием. На рукавах людей в балаклавах шевроны батальона Донбасс. Вторая группа это бывшие участники гражданской организации «Схидный корпус». Что не поделили, связана ли перестрелка с блокированием путей на Донбассе, разбиралась Светлана Шакера. Алексеевка. Престижный спальный район Харькова. Сегодня его жители весь день обсуждают события вчерашней ночи. Юрий Киселев рассказывает, как вышел на улицу, прочитав в соцсетях, что под его домом стычка между двумя группами вооруженных людей. По одним данным было близко 300 человек. Кто-то говорит, что там близко сотни. Один в воду стреляли, были там с оружием, какие-то помповые оружия. Местные жители успели снять вот это видео. На нем одна группа людей с оружием атакует другую. Хорошо видны стволы. И чей-то голос за кадром просит подать гранаты. Вы что, дебилы, наделали? Нет, останови! Вы что, дебилы, никуда приехали? Никуда, дебил, приехали? Гранаты! Что? Давай гранаты! Как только приехали полицейские, люди с оружием бросились в рассыпную по дворам. Несколько молодых людей в камуфляже, спасаясь от преследования, забрались на территорию вот этого детского сада. Разбили окно и хотели забаррикадироваться. Но просидели там всего несколько минут. Патрульные окружили налетчиков и предложили сдаться. Они сами выходили с окна. Они кричали только, говорит, выходите, по одному, по одному. Руки поднять. Он еще там кричал, что я там после ранения, говорит, не могу. Я только, говорит, после ранения, говорит, там, Сато. 11 задержанных увезли в участок. Одного из участников перестрелки с тяжелым ранением отправили в больницу. Очень тяжелый у него состояние. Он перенес несколько операций. В целом они дали около 8 часов. Лекаря сейчас прогнозируют, что до его состояния не делают. Уже к утру стало известно. Раненый 44-летний Игорь Пушкарев. Водитель роты с хидного корпуса. В него стрелял, по предварительным данным, Олег Черкашин с позывным «Испанец». Бывший боец батальона «Донбасс». По данным СМИ, Черкашин поддерживал нардепа Евгения Мураева. Поэтому со многими членами Добрабатов был в натянутых отношениях. Собственно, зачем встречались обе группировки и что делили, до сих пор не ясно. Одна из версий – поссорились из-за блокады «Донбасса». Сегодня уже говорят о других причинах. Мы видели шевроны батальона «Донбасс». Больше никаких шевронов я там не видел. А конфликт раньше был? Нет, не был. Мы сейчас не подразделение, мы гражданская организация. Вот и все. Мы весь день пытались узнать у полиции, кем же были нападавшие. Ответа не получили. Лишь к вечеру появился официальный комментарий. И в нем – внимание. Конфликт назвали бытовым. В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что причиной конфликта является сугубо бытовая и не имеет никакого отношения к каким-либо политическим течениям. После этого так называемого бытового конфликта полиция изъяла четыре помповых ружья, один автомат Калашникова и травматическое оружие. Под стражей остаются пять человек. Им инкриминируют злостное хулиганство и покушение на убийство. О том, что сейчас происходит на Донбассе, где радикалы уже 26-й день блокируют поставки угля из неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, расскажет мой коллега Олег Решетняк. Он на связи со студией. Олег, здравствуй. Какие направления перекрыты на сегодняшний день? Расширилась ли география блокады? Добрый вечер, Татьяна. Ну вот, несмотря на перестрелку между бойцами батальонов Донбасса и Азов в Харькове, о которой ты только что говорила, железнодорожная блокада в Донецкой и Луганской областях продолжается, как и прежде. А вот сами представители батальона Донбасса у себя в фейсбуке всячески открещиваются от произошедшего. Мол, человек с позывным «Испанец», которого связывают с перестрелкой, когда-то действительно служил в добровольческом батальоне, но было это давно, а сейчас к ним не имеет никакого отношения. Ну вот, если говорить в целом о ситуации на Донбассе, то на данный момент перекрыты три участка, захвачены три состава, из них 57 порожних вагонов и 47 с углем. Сами же радикалы говорят, что блокада будет продолжаться и совсем скоро они начнут перекрывать не только железную дорогу в направлении оккупированной территории, но и автомобильные трассы. Я предлагаю послушать одного из сторонников блокады. Вимоги наши такие. В первую очередь мы требуем освободить наших братьев, которые сейчас в полонии. Есть люди в полонии с 2014 года. И мы считаем, что если наш уряд умеет договориться за торговлю с террористами, то мог бы также и договориться про освободление наших заручников. Также наша другая вымога – это остановить эту торговлю ганебную, которая финансирует террористов. Ну и в принципе на сегодняшний день это все. Мы с нашей съемочной группой продолжаем работать на Донбассе. И если появится какая-либо свежая информация, мы тут же постараемся о ней сообщать. Студия. Спасибо. Это был наш корреспондент Олег Решетняк. Прекратить блокаду на Донбассе призывает министр иностранных дел стран Нормандской четверки. Об этом заявил глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль. Сегодня в Мюнхене он подчеркнул, я процитирую, ситуация вредит обеим сторонам, как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию. О чем еще говорили и каким договоренностям пришли мировые политики на конференции по безопасности, знает моя коллега Татьяна Лагунова. Она на связи со студией. Таня, чем запомнится второй день Мюнхенского саммита? Да, Татьяна, сегодня действительно главный день Мюнхенской конференции. По субботам здесь традиционно выступают топ-спикеры. Сегодня все внимание было приковано к выступлению хозяйки, встрече Ангелы Меркель. Канцлер говорила о важности НАТО, борьбе с терроризмом, миграционном кризисе и минских соглашениях. К сожалению, я не могу сказать, что мы выполнили все пункты Минска. Но, как и прежде, эти договоренности наша основа, и мы должны работать дальше над их выполнением. Позиция Меркель такова, условий для выполнения политической части Минска нет, так как элементарно не соблюдается режим прекращения огня. Но, сказала канцлер, этот процесс можно начать параллельно. Когда заключались минские соглашения, мы исходили из того, что к выполнению политической части перейдем на следующий день после прекращения огня. Но после вступления в силу соглашения, перемирие никогда не продолжалось дольше 4-5 дней. Если формально смотреть на все это, то мы не можем начинать политический процесс. Но, поскольку мы разумные люди, Украина выразила готовность, несмотря на это, начать процесс параллельно. О выполнении минских соглашений и санкциях против России Петр Порошенко говорил сегодня с генсеком НАТО, президентом Польши и вице-президентом США. Встреча с Майком Пенсом была, по сути, главным пунктом мюнхенской программы. Еще раз получился сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты есть с Украиной, что новая администрация Соединенных Штатов Украины для них находится среди первых приоритетов, что вопрос Крыма и решительной борьбы за освобождение Крыма также остается среди приоритетов. Очень важно, что и сегодня, и вчера Украина осталась среди первых и главных тем на безопасной конференции. И мы отримали черговое подтверждение потужной и святовой солидарности с Украиной. Что касается Украины, мы должны привлечь Россию к ответственности и требовать, чтобы она уважала минские соглашения, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины. И мы будем настаивать на этом, даже несмотря на поиски нового общего языка, который, как считает президент Трамп, можно найти. Будущее Украины в условиях изменчивого мира обсуждали сегодня и на украинском ланче Ялтинской европейской стратегии. Уже привычное для Довозского форума мероприятие сегодня впервые провели в Мюнхене. Среди гостей бывший генсек НАТО Фуграсмусен, бывший директор ЦРУ Петреус, влиятельные европейские и украинские политики. Это было очень важно, чтобы Украина была опять в центре внимания, чтобы Украину не забыли, наоборот, чтобы про Украину много говорили. Это первый раз мы проводим в Мюнхене. Я считаю, что удалось. Было, по-моему, интересно и полезно для Украины. Но это еще время покажет. Я бы хотел увидеть большую роль США, в том числе и в минском процессе. Но главное, что очень легко сформулировать конечную цель. Украина должна получить полный контроль на восточной границе. Минский процесс обсуждали и на встрече нормандской четверки. В Мюнхене встретились главные дипломаты квартета, причем для нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Это был дебют. Беседовали дипломаты больше часа. Договорились не привлекать к нормандскому формату США и соблюдать режим прекращения огня. Вот такие вот новости из Мюнхена. Татьяна. Спасибо. Это была моя коллега Татьяна Лагунова. А в Москве даже в субботу трудятся над важными законами. Россия признала паспорта так называемых республик в Луганской и Донецкой областях. Все официальные документы, выданные в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, соседнее государство будет считать действительными. Соответствующий указ подписал президент России Путин. Документ якобы составлен, основываясь на минских соглашениях и принципах гуманитарного права. Признают не только паспорта, но и свидетельства о рождении, заключении брака, смерти, образовании, а также знаки транспортных средств. Обладателям этих бумажек в Россию будет разрешен безвизовый въезд. Реакция на закон последовала незамедлительно. Вот как его прокомментировал президент Украины Петр Порошенко и глава МИДа Павел Климкин. Для меня это очередный доказ и российской оккупации, и российского порушения международного права. И очень символично, что это произошло цинительно, во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Пан Лавров назвал представников нелегальных, нелегитимных отворений повноважными представниками. И сейчас этот доказ, который фундаментально, я подкресню, абсолютно фундаментально соперечит самой логике Минских договорностей. И мы прекрасно понимаем, почему это сделано. В аннексированном Крыму российская ФСБ задержала бойца украинского добровольческого батальона. Крымского татарина Саид Ибраим Зайтулаева обвиняют в незаконном пересечении так называемой границы. Ему инкриминируют также участие в энергетической блокаде полуострова и диверсионную деятельность. На время предварительного следствия гражданина Украины избрали меру пресечения. Это заключение под стражей. Сейчас наш соотечественник находится в следственном изоляторе Симферополя. Спецслужбы также распространили запись, на которой Зайтулаев дает якобы признательные показания. По словам некоторых правозащитников, не исключено, что сказано, все это было после пыток. Диверсионным актом, террористическим актом нас обучали инструктора, то есть зайти незаметно. Около полсотни обстрелов со стороны противника насчитали в штабе АТО за эти сутки. Двое украинских бойцов получили ранения. На Луганском направлении боевики обстреляли из минометов разных калибров Новоалександровку и Крымское на Донецком участке фронта. Наемники вели огонь также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под обстрелами также оказались пески на Луганске, Неверска, Троицка и уже традиционно не стихает огонь по Авдеевке. В районе Авдеевки близко о 5-е годины ранку произошло боевое заткнение. Напад боевиков отбит. На Марьупольском направлении с минометов вели огонь по водяному Павлополю, а с гранатометами и стрелецкой оружием по Павлополю, Гнутовому, Водяному, Широкиному и Лакивце. По Широкиному огонь вела БМП противника. Больницы Днепра продолжают принимать пострадавших от обстрелов в зоне АТО. Накануне по железной дороге доставили пятерых бойцов и одного гражданского. Мужчина получил глубокие ожоги. Кроме того, больницы города активно принимают детей из прифронтовых населенных пунктов, поскольку местные больницы из-за постоянных атак боевиков помочь больным детям просто не могут. Больше в материале наших корреспондентов. Дом, в котором живет Николай Головко, обстреляли из тяжелой артиллерии еще 16 февраля. Один из снарядов попал в стену его квартиры. Ударной волной выбило стекла, были повреждены коммуникации и батареи отопления. Когда как, ё-моё, у квартиры пар, ничего не видно, минут 20, наверное. Я ходил тут, искал этот тапочек свой, и туда-сюда, а вода горячая, ковер весь горячий. Ну и, пожалуй, результат такой. Из квартиры мужчину выносили военные и соседи. Сначала пострадавшего отвезли в Центральную Авдеевскую больницу. Оттуда в 66-й Львовский мобильный госпиталь. Там Николаю Николаевичу оказали первую помощь. Затем эвакуировали в Днепр в ожоговое отделение городской больницы номер 2. Врачи констатировали ожог третьей степени. Кипяток вылился из батареи, разорвалась батарея, и он достаточно длительное время находился этой стопой в кипятке. То есть ожог получился глубокий. Сейчас мы делаем всё для того, чтобы восстановить микроциркуляцию. Специалисты в первую очередь пытаются спасти кожу, чтобы обойтись без операции по пересадке. Уверяют, жизни мирного жителя Авдеевки уже ничего не угрожает. Врачи говорят, чтобы поставить мужчину на ноги, понадобится не меньше месяца. Также сейчас в больницах Днепра находятся дети из прифронтовой зоны. 15 из них сегодня вернулись в родные города. Они вернулись на Донбасс, в Авдеевку, в Песке, Нетайлово, Светлодарск. Другие населённые пункты, которые находятся под постоянным огнём российских оккупантов. Этим детям сегодня сложно получить квалифицированную медицинскую помощь здесь, где идёт война. Из-за постоянных обстрелов, повреждённых коммуникаций, отсутствия света и воды, местные медучреждения не могут в полной мере оказать помощь пациентам. Поэтому волонтёры и военные вынуждены оперативно доставлять пострадавших в мирные города. Алла Матюшок, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интерт, Днепр. Чтобы добраться до школы, дети из мирного тернопольского села Малый Кунинец ежедневно пешком преодолевают 5 километров. Ситуацию мог бы исправить школьный автобус, но он в это село заезжал ещё в советское время. О непростой жизни тернопольских школьников далее в сюжете. На часах ещё и восьми нет, а дети с рюкзаками на плечах уже отправляются в путь через безлюдное поле в соседнее село. Вечер, приходим, в ночи 7 часов, бывает 6, как когда. В Малых Кунинцах детей школьников 12, но собственной средней школы в селе нет и никогда не было. Ближайшая находится в 5 километрах, туда дети добираются пешком. Несмотря на почти идеальную дорогу, которая ведёт к селу, ни один рейсовый автобус сюда не ходит. Единственный местный транспорт – вот эта конная повозка. Для шестиклассника Юлиана каждый такой поход в школу – настоящее испытание. Он болен астмой. Приобрести школьный автобус селяне неоднократно просили местных чиновников. Направили им десятки писем и обращений. Ходили даже к председателю областной госадминистрации. Но пока всё безрезультатно. А это – соседнее село Залезцы. Когда в районе узнали о приезде съёмочной группы нашего телеканала, жители также обратились к нам за помощью. Их детям ездить в другое село в школу не нужно. Есть своя. Но она разваливается на глазах. Когда капает на голову, отбалилась немного стель. Впала. Но костей не имеет столько денег. И не перескрывалось. Недавно в спортзале из-за прогнившего пола шестиклассник сломал ногу. А вот директора всё вполне устраивает. На сегодня я оцениваю нашу спортзалу как задовольный. Эти дири, которые есть, мы по возможности закрываем. Но родители учеников оценивают ситуацию иначе. У меня одна единственная дитина, я ее рисковать не буду. Как нас дах на голову капает на голову. Что моя дитина может с тазиком до школы идти, или с зонтиком? О состоянии дел в селах в районной администрации все знают. Но помочь не могут. Мол, денег нет. Я думаю, что это вопрос будет рассмотрено на рахунок ремонта. Аварийной школы будем намагаться подать эту школу в один из проектов фонда регионального развития, напевно. Можливо, будем брать какую-то участь в международных грантах. Так что автобуса ученикам сломалый кунинец придется ждать еще долго. У местных чиновников совсем другие заботы. Елена Кагал, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Тернопольская область. В Сумской области на территории части 16-го отдельного мото-пехотного батальона вспыхнул пожар. Погибли двое военных. Еще один получил серьезные травмы. Как сообщает пресс-служба Минобороны, инцидент произошел сегодня около часа дня. Что послужило причиной пожара, пока не сообщается. На месте работает комиссия специалистов госслужбы по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования «Север». Турция охоронит двух жертв теракта. Мальчики и мужчина-охранник погибли вчера вечером, когда во дворе жилого комплекса разорвался припаркованный автомобиль. Еще 17 человек в больницах, многие в тяжелом состоянии. Сильный взрыв прогремел на юго-востоке города Веран-Шехир. Ответственность взяла на себя рабочая партия Курдистана. Власти Турции уже арестовали 26 подозреваемых. Целью террористов были работники судебной отрасли и госслужащие. Именно они жили в домах, разрушенных в результате атаки. В Великобритании готовится восстание к бунту против Брекзита. Призывает бывший премьер-министр Тони Блэр. Почему он решил возглавить протестное движение и чем это для него обернулось? Светлана Чернецкая из Лондона. Через полгода после референдума далеко не все британцы могут смириться с неотвратимостью Брекзита. Даже несмотря на заверения правительства, что назад пути нет. В этот раз против власти решил выступить бывший премьер страны Тони Блэр. Он не просто вышел на сцену и провозгласил пламенную речь, но призвал британцев последовать его примеру и восстать против выхода из Евросоюза. Судя по всему, сейчас происходит Брекзит любой ценой. Наша задача показать эту цену. Показать, что это решение основано на плохой осведомленности. Сейчас не время для отступления, равнодушия или отчаяния. Сейчас время встать на защиту того, во что мы верим. С мнением экс-премьера Блэра сложно не считаться. Ведь он единственный из ныне живущих глав правительства смог трижды выиграть выборы и продержаться на посту целых 10 лет. Но его призыв к бунту против Брекзита вызвал лишь бурю негодования. Блэру припомнили все ошибки, которые он совершил на посту лидера страны. Какими бы ни были заслуги Тони Блэра как премьера, этот человек едва не втянул нас в зону евровалюты, что имело бы просто катастрофические последствия. Этот человек втянул Великобританию в иранскую войну на абсолютно ложных основаниях. Так что, по его примеру, я призываю британцев встать и выключить телевизор, когда в следующий раз Тони Блэр будет выступать со своей снисходительной речью. Выступления Блэра не обошли вниманием и на Даунинс 310. Там уверяют Брекзиту быть и это решение не изменится. По плану уже через месяц правительство собирается официально запустить процедуру выхода из ЕС. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Сколько стоит телефон Адольфа Гитлера? Зачем в Китае люди купаются в фейерверках? И почему французская забегаловка получила Мишленовскую звезду? Смотрите в нашем международном обзоре. В Китае люди купаются в фейерверках, чтобы прогнать злых духов. В городе Путянь во время ритуала китайцы буквально выжигают из себя зло. Восемь специально отобранных мужчин сначала вместе молятся Будде о защите, а потом снимают одежду и становятся посреди искрящегося фейерверка. В народе такое очищение называют поеданием цветов, ведь первым делом мужчины должны погрузить в огонь голову. В США на аукцион выставили телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру. Торги пройдут на выходных в городе Часапик-Сити. Телефон красного цвета, и на нем выгравированы имена Гитлера и нацистская символика. В 1945 году аппарат нашли советские солдаты в бункере нацистского лидера в Берлине и подарили в качестве сувенира британскому бригадному генералу Ральфу Рейнеру. Сейчас телефон продает сын генерала. Стартовая сумма 100 тысяч долларов. Но организаторы надеются выручить в три раза больше. В Пекине мужчина на старости лет захотел стать женщиной и в 72 года решился на операцию по смене пола. Бывшая жена, с которой он прожил в браке 30 лет, не только не была против, но и поддержала супруга в этом решении. Даже была рядом с благоверным во время операции. Французская забегаловка по ошибке получила Мишленовскую звезду. В рейтинг лучших ресторанов Мишлен включили бестро небольшого французского городка Бурж. Закусочную Лебуш Руэль перепутали с одноименным престижным рестораном. Владельцы маленькой кафешки посмеялись, услышав о награде. Говорят, звезда только помешала их небольшому бизнесу. Что делать с толпами посетителей после нашумевшей награды, не знают. Ведь в бестро работают лишь вдвоем. Парижанку заставили платить за оставленную на улице книгу. Девушка положила томик возле витрины книжного магазина, чтобы его прочел еще кто-нибудь. Соответствующей полки для обмена книгами внутри она не нашла. Полицейские обвинили Гвинель в том, что она выбросила мусор в общественном месте и выписали штраф на 68 евро. Но деньги парижанке платить так и не пришлось. После того, как она рассказала историю в соцсетях, наказание отменили. Признав, что это ошибка. Гран-при Берлинале получил украинский фильм. Документальная картина о детях Донбасса завоевала награду в категории Generation 14+. Для юных зрителей. Школа номер 3 это фильм о подростках из прифронтовой Николаевки, где шли бои, где рушились дома и даже сама школа пострадала. Но фильм, тем не менее, не о войне, а о мечтах и надеждах ребят, которые, вопреки всему, строят планы на будущее. Многие из этих детей приехали в Берлин и получили на сцене награду вместе с режиссерами. Наш эфир подходит к концу. Завтра в 20.00 не пропустите. Итоговая программа подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот в двух словах, о чем пойдет речь. Третья годовщина расстрела небесной сотни. Когда власти будет не стыдно смотреть в глаза родным погибшим? И как долго будет гулять без приговора клика Януковича? Туши свет. Как страна дотянет до конца отопительного сезона в условиях чрезвычайного положения в энергетике? Получили по заслугам? Кабмин замахнулся на дополнительные заработки пенсионеров. Рискнут ли оставить миллионы за гранью выживания? Гонка вооружения. Почему в Украине процветает черный рынок оружия? И сколько стоит обзавестись убойной силой во вход закона? На этом все. Больше новостей на нашем сайте. Подробности о ЮЭИ. Хорошего вам настроения и приятного субботнего вечера. Увидимся. Редактор субботного субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова